Лотосовые роды. Что делать с плацентой? Лотосовый ребёнок. Мы никогда не обрезаем пуповину нашим детям, водным или сухопутным. В последнее время каждый ребёнок, которого я сопровождаю в родах, он остаётся на пуповине. Плацента – это его второе сердце, его вторая печень, третья лёгкая, третья почка. И когда я об этом говорю, меня всегда Игорь Борисович поправляет и говорит, Наташа, ведь плацента сформировалась раньше, чем ребёнок, поэтому плацента – это его первый мозг, и это его первое сердце, и это его первая почка и так далее. Значит, это дополнительный орган ребёнка. Вот на этой фотографии мы видим листок лотоса, и поэтому становится понятно, почему мы называем лотосовое рождение. Очень похож рисунок на корни плаценты и пуповину стебель, похож на пуповину. Вот на следующей картинке мы увидим настоящую плаценту, может, кто-то ещё не видел. Она очень похожа на дерево, на древо, это действительно древо рода. Замечательное, чудесное древо рода. И через плаценту осуществляется диализ, и это очень важный орган ребёнка, который с ним остаётся до тех пор, пока сама пуповина не пересохнет и плацента не покинет уже своего хозяина. На Востоке, в Азии считается, что плацента – это ангел-хранитель ребёнка или его двойник, брат-близнец. Поэтому к ней относятся настолько трепетно, и это оправдано. И когда уже она отработала всё своё в физическом мире, её с почестями, так же, как и на Руси, придают земле с цветами, с благовониями, с молитвами, со свечами, благодаря от её за то, что она все 9 месяцев сопровождала малыша и защищала его, и позволила ему в итоге жить и родиться. Мы пуповину не перерезаем, плаценту храним. Последнее время это коробка для бутербродов, пластиковая такая, пищевая, с крышкой. В крышке мы делаем отверстие с угла, прорезает папа такую вот дырочку, чтобы не пережимать пуповину. На дно коробки мы сыпем соль, сверху кладём плаценту, и дальше засыпаем её также солью, прямо горкой хорошенечко, и плацента не портится, лёжа в этой коробке рядом с ребёнком. И хочу посоветовать всем интересующимся, кто хочет посмотреть картинки, фото с подобным красивым лотосовым ребёнком с плацентой рядом в коробочке, мы сделали такую группу «Счастье быть мамой». Она находится на Фейсбуке, и там есть в самом начале образования этой группы фотографии, где вот таким образом мы купаемся даже с этой плацентой. Это моя внучка и дочка, когда ребёнок ещё совсем маленький, одни сутки, но мы уже гуляем и носим эту самую коробочку с собой, с плацентой, то есть неразлучно, на третий день только пуповина отпала. Также можно, конечно, льдом, если постоянно менять лёд, подкладывать лёд, и можно держать плаценту в подсоленной воде, купать ребёночка с плацентой. Перед купанием плаценту нужно промыть в проточной воде, и уже дальше, если плацента и ребёнок плавают в одной ванной или в бассейне, вот она должна быть перед этим выкупана, эта плацента. А потом снова засолить её. Далее узнаете, как бесплатно посмотреть этот вебинар целиком. И, конечно, ставьте лайки, если вам понравилось. Друзья, добра! Мы, две осознанные мамы, Светлана и Ольга, организаторы первого в Рунете социального проекта, который популяризирует естественные роды. Мы пишем авторские статьи, проводим международные онлайн-фестивали, а также активно организуем вебинары, где освещается именно природный медицинский подход на тему благостного зачатия, естественных родов и осознанного родительства. Вы можете узнать больше о проекте «Чудо в сердце» и получить сразу бесплатный доступ к более чем 100 вебинарам, в которых более 120 экспертов-помощников из 26 стран вдохновляют и служат вам во имя «Чудо рождения в мире». Для этого нажимайте кнопку, которую вы видите на экране. Станислав Ежелец писал, «Ребёнок рождает родителей». Мы рождаем новые роды в мире. Приглашаем подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео на эти темы. Вдохновение! Ольга Светлана и проект «Чудо в сердце». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова